Всем привет! Это проект «Люди равно Балакова», который посвящен предстоящему юбилею нашего города. Рупор времени и певец будущего. Именно так называли балаковского художника Геннадия Голобокова. На его картинах космос, так манящий советского человека того времени. Самый жизнеутверждающий художник и поэт, так можно сказать о балаковце Геннадии Голобокове. На его картинах люди, для которых нет преград. При этом сам мастер не мог даже выйти из собственной комнаты, потому что с восьмого класса был прикован к постели. В 51-й год медицина не была так развита, как сейчас. Может быть, сейчас его бы и поставили на ноги, и стал бы здоровым человеком. Но тогда диагноз врачей полный паралич. Сначала даже и руки у него не двигались. Мальчик, влюбленный в жизни в космос, поначалу впал в депрессию, но затем, когда в руках появилась чувствительность, взял карандаш и начал писать жизнь, такой, какой он ее представлял. Когда Геннадий Голобоков понял, что он в этой жизни может только рисовать, то он начал писать портреты своих односельчан. И они с удовольствием ему позировали, и даже потом покупали эти портреты за 3 рубля. С годами приходит опыт. Геннадий окончил школу и заочно Московский народный университет искусств. Много читал книги, журналы, газеты. И его первые картины стали отражением эпохи. Он писал в жанре соцреализма. Помогали ему родные и близкие. Качели карандаши, они грунтовали холсты, они морально, конечно, его поддерживали. Это они его уговорили участвовать во Всероссийской выставке самодеятельных художников, куда он отправил свои работы. И тут пришла к нему первая популярность, первая известность. После этого было множество конкурсов и выставок, и всегда неизменный успех. От соцреализма Балаковский художник переходит к космической живописи. Его работы печатают в журналах, картины становятся иллюстрациями к сборникам фантастики. Большая известность пришла к Геннадию после того, как он стал лауреатом международного конкурса художников-фантастов. Его картины экспонируются в разных городах и нашей страны, и за рубежом, и в Варшаве, и в Праге, и в Лиссабоне, и даже на Мадагаскаре. Его работы – это изучение психологии людей будущего. На картинах нет инопланетных пейзажей и жителей других миров, только человек и обстоятельства, которые объясняют его действия. Особое внимание цвету он тоже говорящий. Зеленый – это жизнь, голубой, надежда, красная борьба. Кто у него на картинах изображен? Это люди, которые только вчера победили в кровопролитной войне, которые освободили свою землю от врага. И сегодня они уже полетели в космос. И сегодня они уже осваивают другие планеты. Цвет в них очень яркий, локальный, и они плоскостные. Почему ответ на это давал сам автор своих картин, Головоков Геннадий? Он говорил, что будущее еще не наступило, поэтому оно не может быть объемным. Свои эмоции Геннадий передавал не только через полотно. Бумага также становилась полем для творчества. Он писал стихи, которые печатались в журналах и газетах. И мало кто из читателей знал, что эти жизнеутверждающие строки написаны человеком, который прикован к постели. Нельзя сказать, что он написал очень много стихотворений. Но все его стихотворения вошли в небольшую книгу. И все они жизнеутверждающие, они очень добрые, они зовущие людей, ну, как раньше было принято говорить, в светлое будущее. Это действительно у него все стихотворения проникнуты именно светом каким-то. Вот читать их очень приятно. Стихи Геннадия очень любила Лиля Кулузганова. Эта девушка помогала ему с уроками, поддерживала все начинания и стремления. А в 17 лет собрала чемодан и переехала в дом Голобоковых. Они познакомились в 10 классе. Она училась в школе вечерней молодежи, так же, как и он. Он учился заочно, естественно, школу он посещать не мог. И так как она жила по близости, она носила ему домашние задания. Как позже она говорила, он увлекал ее своими рассказами. У него всегда на полке рядом с кроватью лежали книги, новинки, фантастика, журналы. Технику молодежи обязательной. Вот они вечерами и днями обсуждали все эти новости. Родители, конечно, были против таких отношений. Но Лиля настолько любила Геннадия, что верила, однажды он встанет на ноги. Потому что их история просто не может закончиться печально. Когда они ездили в Москву с подругой, она на рынке покупала ботинки. Мужский, 43 размер, подругой говорит, ты это кому? Она говорит, ну как кому, гений. И та вроде как ухмыльнулась, что зачем ты тратишь деньги, единственное, вот на эти ботинки. Она обиделась потом на нее и даже перестали общаться после этого. То есть настолько у нее была вера в то, что он в итоге будет ходить. Лиля сравнивала Геннадия с маленьким принцем. Добрый, открытый, наивный. Он не был эгоистом и он решил закончить эти отношения. Он хотел, чтобы она была счастлива. Она всю жизнь себя винила, что она его оставила. Она так и не вышла замуж. В 1978 году ей приснился сон, где ее умершие родственники, он среди них. И вот утром она получила телеграмму, что его не стало. До сих пор творчество Геннадия Голобокова вдохновляет художников-фантастов. Картины мастера – традиционные участники выставок «Годеню космонавтики». Кстати, спустя 30 лет после окончания своей земной жизни Геннадий все-таки стал частью большого космоса, о котором мечтал. В честь балаковского художника и поэта астероиду главного пояса было присвоено имя Голобоков.